В основном самая большая национальность это у нас получаются таджики, потом узбеки и киргизы. Это вот три основные нации, с которыми мы работаем. Есть преподаватели этих же национальностей. Здесь с ними работают и психологи. Здесь с ними работают и преподаватели, которые объясняют, что такое религия ислам и как она относится к другим конфессиям, другим национальностям, к соседям. У нас уроки преподаются полностью на русском языке. До обеда у них три часа, четыре часа уроки. После этого до вечера они здесь играют. Вы, наше будущее поколение, вы тоже должны просвещаться, изучать разные науки, чтобы в будущем и ваши имена тоже знали будущее поколение и гордилось вам. Я здесь все лето провожу, несколько лет уже. Я сам захотел, я сам отсутствовал, чтобы приехать учиться здесь. Учимся и играем тоже. Да ладно. Разная национальность детей, основной все мусульмане. Ну если примерно захочут христиане прийти, дети, они могут прийти, их никто не выгонит, они могут обучаться. Вначале они изучают арабский язык, арабские буквы, арабские слова. И потом потихоньку переходят Коран. И у них уже с детства бывает духовная правильная пища. У нас здесь есть преподаватели разных национальностей, они уже объясняют им на своем языке. И потом потихоньку им объясняют важность, чтобы они знали русский язык, чтобы они стремились к ним. Не просто так, чтобы пришли здесь, послушали и ушли. И они пишут, учат, и потихоньку, со временем у них русский язык становится на хорошем уровне. Самый главный акцент – это развитие коммуникации, чтобы дети не боялись выражать свои чувства, свои мысли. Мы здесь внутри учимся навыкам стрессоустойчивости и понимания, что нас могут принять или нас могут не принять. Не потому, что мы плохие или хорошие, а потому, что другой человек также имеет свое мнение. И от мнения другого наша самооценка, а в подростковом возрасте она особенно хрупкая, не должна разрушаться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.